Привет всем, я Никита и вы на канале Домовенок, канале где все делается своими руками. Понадобился мне в мою небольшую мастерскую станок для очистки металла. Сначала я изготовлю раму, для этого из профиля 40 на 40 миллиметров сварю прямоугольную основу размером 30 на 40 сантиметров. Далее из профиля 15 на 15 миллиметров и уголка 20 на 20 миллиметров сделаю прямоугольник так, чтобы он помещался в основу, это будет подъемник. С другой стороны рамы закреплю направляющие из уголка 20 на 20 длиной 30 сантиметров, но для начала просверлю отверстие. В отверстие подъемника вставлю болты крепления и приварю их к раме. Также приварю направляющие из уголка с уже просверленными параллельно друг другу отверстиями к основной раме. Из полосы 20 на 4 миллиметра длиной примерно 15 сантиметров и просверленными отверстиями для крепления сделаю вот такие держатели. У болта 8 миллиметров отрезаю край шляпки и вкручиваю его в увеличенную гайку. Таких болтов понадобится два, они будут играть роль шарниров. Закреплю с помощью них подъемник к раме. Далее из трех шайб М18 и прутка, а также гаек М18 и того же прутка сделаю вот такие детали. Накручиваю их на отрезок шпильки М18. Гайки закреплю от проворачивания при помощи сварки. И креплю получившийся узел при помощи отрезков полосы 20 на 4 миллиметра с просверленными отверстиями к раме и подъемнику. В верхней части шпильки приварю отрезок прута и шляпку от укороченного болта под головку на 13. При помощи болтов М14 закреплю ролики, сделанные из трубы диаметром 20 миллиметров, к направляющим и прихватываю на сварку. Далее электродвигатель мощностью 750 Вт. Подключать его буду к однофазной сети 220 Вольт, так как трехфазная сеть у меня в мастерской еще не реализована. Итак, вкратце, трехфазный двигатель, тип подключения звезда. Для подключения к 220 Вольт присоединяем фазу и ноль к любым двум контактам. Для старта понадобится пусковой конденсатор. Нужную емкость можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. У меня в наличии есть на 35 микрофарад. Этого должно хватить для старта двигателя без нагрузки. Подключаем один провод к третьему контакту двигателя, а второй к фазе или нулю. От этого зависит направление вращения двигателя. Конечно, при таком подключении теряется около 30% мощности. Посмотрю на практике. Если мощности не будет хватать, буду реализовывать в мастерской трехфазную сеть. Теперь приступим к изготовлению насадки на двигатель. Как говорится, без токарных работ. Для этого понадобится труба нужного диаметра. Это немного больше. Отмечаю место выреза паза под шпонку. Теперь немного уменьшу диаметра трубы, чтобы она плотно сидела на валу. Сверху закреплю трубу от разгибания куском этой же трубы. Далее прикладываю отрезок трубки длиной 10 см и диаметром 21,5 мм. Это 20 труба с толстыми стенками. Закрепляю удлиненным болтом, закрутив его в резьбу, присутствующую в валу. Теперь нужно выровнять трубку по центру. Свариваю трубки вместе. Одеваю стопорное кольцо, сделанное из шайбы. Запускаю двигатель и при помощи болгарки шлифую все неровности. Снимаю фаску на конце. Прикручиваю и прижимаю шайбу. Выравниваю. Привариваю ее. И также выравниваю неровности сварки. Для устранения небольшого дисбаланса у насадки из-за приваренной пластины над шпонкой, с другой стороны приварю кусочек поменьше от такой же трубки. Включаться в сеть двигатель будет от клавиши, а запускаться с помощью нефиксируемой кнопки, через которую будет присоединяться конденсатор. Ну что, пора собирать станок воедино. На уже покрашенную раму устанавливаю двигатель и прикручиваю к подъемнику. Устанавливаю насадку на вал двигателя. На насадку одеваю 6 125 металлических щеток. Диаметр их внутреннего отверстия 22,2 мм. Поэтому они легко одеваются на эту трубку. И зажимаю их болтом. Из 25 полосы сделал Г-образные детали. Приварил к ним болты М8 и соединив с завалявшимися у меня отрезками алюминиевого листа, сделал защиту для безопасной работы. И закрепил ее на штатные отверстия двигателя. Также установил защиту от двигателя, снятую с обратной стороны на место. Может потом придумаю, что можно сделать с обратной стороны. Кстати, если у вас есть варианты, что можно еще сделать с другой стороны двигателя, чтобы получился станок 2 в 1, пишите свои варианты в комментариях. Еще я решил попробовать сделать из простой щетки с плотной и мягкой щетиной. Так сказать, уловитель или собиратель пыли. Распилил щетку и установил оба отрезка с задней части, куда летит вся пыль и ржавчина, чтобы можно было пользоваться данным станком в закрытом помещении. Испытания покажут, насколько функциональна такая задумка. Подъемный механизм обязательно смазываю. Также можно пользоваться шуруповертом. Для этого и нужен был отрезок болта на ручке. А теперь на чистоту. Станок получился отличный, как я и хотел. Небольшие полосы, прутки и квадраты для холодной ковки, небольшие профили и трубки чистит просто отлично. То, что мне нужно. А вот для профилей размером от 40 и больше, труб диаметром от 40 и больше, мощности не хватает. Двигатель останавливается и приходится постоянно запускать его заново. Но я решу эту проблему, когда проведу в мастерскую трехпазную сеть. Ведь там у меня есть еще и сверлильный станок, который иногда также страдает нехваткой мощности. Теперь по поводу щеток. Задумка неплохая, но вся пыль теперь разлетается в разные стороны. Возможно, сможет помочь установка дополнительной боковой защиты с присоединением пылесоса. Есть тема для раздумий. Если вам понравилось видео, с вас подписка, лайк и комментарий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok